всем привет ребята меня зовут валентина и сегодня мы с вами прогуляемся по аутлету заланда первая вещь которая мне попалась в мужском отделе это такой шикарный свитер от бренда карла калуччи очень пестрый яркий он большого размера но я бы именно такой носила как платье под сапоги ботфорты шикарная находка это вот часы смарт от бренда пума очень модный ремешок лаймового цвета стоят они восемьдесят девять девяносто пять евро напоминаю что это вещи и в аутлете и все они со скидками но также иногда бывает дополнительная распродажа на уже имеющуюся стоимость в этот раз мужском отделе не попалась несколько часов бренда пума я не купила как обычно покупки покажу в самом конце видео и поверьте мне мы взяли стоящие позиции тоже люкс можно даже сказать хард люкс кстати это видео я начала снимать когда я еще была в положении поэтому оно состоит из нескольких частей но надеюсь вас это никак не будет смущать как видите часов очень много это напомню в мужском отделе женском кстати и было не меньше и это была такая разовая акция их очень быстро раскупили и вот сколько я уже не хожу повторных таких завозов не поступало здесь также представлены бренды дэниэл вэрлингтон я знаю что очень многие блогеры сотрудничают с этой компанией мне еще не повезло так также здесь была компания супер край ну и многие другие не менее известны ценовая политика в среднем 50 60 но только на смарт-часы было 80 евро далее переместилась на аксессуары и мне попались вот такие вот очки это q-back я думаю многие знают эту фирму по сумкам очень распространенная и пользуется популярностью а вот у них еще такая линейка очков имеется это я примеряю очки от пума красивого розового цвета но мне не понравилось что на дужках вот такие вот ржавые какие-то полоски такое впечатление что выгорели где-то ну а это вот очки от каррера авиаторы на тонких дужках далее я пошла в отдел с предпродажей и здесь попалась мне футболка за 999 евро это дизель сразу скажу что такие цены в этом аутлет магазине попадают столько на распродажах на супер каких-то супер сейлах в основном здесь цены немного дешевле нежели в бутике ну как видите здесь вот цена 499 за футболку от манго это очень и очень дешево вот массимо дути это было шелковая маечка совсем в идеальном состоянии как в разводах но тоже цена просто умопомрачительная такое впечатление что не в outlet зашла of second на распродажу очень мне нравится бренд max mara и вот сразу две позиции от него мне встретилась первая это была футболка вторая это кардиган я не могу сказать что кардиган супер актуальный но учитывая дороговизну этого бренда в принципе цена очень приятная это вот свитшот я кстати подобные искала чтобы он был удлиненный тоже я могла носить его как платье под осенние сапоги может быть под казаки а может быть под ботфор так я говорила очень нравится мне свитшоты с корсетной линией но конкретно этот я брать не стала это у нас мисс сикси и когда его заценили 35 евро я считаю что цена немного неоправданно завышена далее в нем встретились вот такие вот интересные сапоги на рифленой подошве это ботфорты они стоили 104 95 евро это бренд camper не такие как волхатые очень смешные далее нашла такую сумку багет это элерны стоило 94 95 евро кожаная на небольшой ручке очень лаконичная и стильная как базовый вариант очень даже ничего смотрится внутри один отдел далее у нас плетеная сумка от марка пола с кожаными ручками очень такая актуальная но я эту модель вижу летом конечно я смотрела многие лукбуки как сейчас блогеры предлагают носить вот такие вот сумки осенью но я пока к этому не готова еще одна кожаная красавица коричневого цвета на длинные ручки их сразу несколько было в магазине представлено такой портфельчик далее пошла в отдел с бельем не встретился такой комплект от маскина но это большой размер был это топ и лиф в размере l стоимость 50 евро но она очень полномерно я думаю даже на xl а может быть 2xl вот эти вот кроссовки в коллаборации adidas и маримека в размере 39 дробь 1 3 и за 55 евро я сватала моей маме но она не захотела себе такие а если были моего размера я бы обязательно прикупила потому что очень люблю маримека дизайн мне нравится его расцветка ну и вообще коллаборации я очень-очень уважаю следующие кроссовки я очень хотела себе не стоили 106 евро 95 центов размер 37 это бренд а с 98 я примеряла когда я была беременна и они мне немножко поддавливали ногу конечно очень стильный я люблю такой фасон это натуральная замша кожа такая подошва объемная ну вот никак не удобно ли у них было ходить я думаю сейчас когда я уже родила нога моя стала меньше и я бы комфортно себя в них чувство но тогда не стала рисковать потому что ну цена не такая уж и копеечная чтобы покупать такую обувь потом сдавать ее это белькин штоки тоже здесь кожа замша размер 37 стоит 55 евро это вот у нас курточка от бренда барбур бежевого цвета с воротником а-ля овечьей шерсти это абсолютно новая вещь повторюсь в золанда нету бэушного в мужском отделе мне встретилась но можно было принципе и девушкам носить потому что я считаю такая модель как унисекс и стоила она почти 90 евро а до этого 100 330 евро при скидке очень классные туфельки лодочки материал это ткань стоят они 110 евро практически это уже со скидкой до этого были почти 400 евро бренд мне неизвестен но я была очень удивлена в его цене далее вот такие вот сапоги batfort и тканевые они идеальные до дождевой подгоды стоит 60 евро это бренд vagabond квадратный носочек квадратный каблук очень тоже красивые и стильные далее мне встретились вот такие вот сапоги от мэйсон энд скотт очень похожи на мартинсы грубые очень толстая кожа высокая подошва в них даже мне кажется зимой было бы не холодно это вот имиджевая модель ярко фоксийного цвета на платформе размер 38 вот цветочек стоит копейки 19 евро их можно классно в весенних образах обыгрывать если бы меня гардероб позволял его купила ну а это классика это доктор мартинсы только в пудро розовом цвете кожаные очень нежные тоже можно их классно обыграть смотрю на эти мартинсы очень скучаю за своими которые остались мне в украине такими лимитированными очень очень крутыми вот это вот модель самая распространенная на счет каждом магазине встречается и здесь тоже заланда очень много в разной цветовой гамме разных фасонах можно платформу чуть выше чуть ниже в общем это такой не эксклюзив а вот это вот сапожки с классной подошвы платформы каблу крутой но мне не понравилась на одном из пар такая как синяя что-то как полиняла это вот свитшот от дизель тоже очень оригинальный с завязками разной длины и как будто бы он из неопрена созданный красивый оттенок дальше я пошла опять сумки это бренд соника сумка стоила 70 евро она очень маленькая такой вот лаконичный багетик но очень стильная но вот это вот смотрите сразу показываю бирку это бренд by far это тяжелый люк 145 евро стоит она небольшая эта сумочка у нее есть две ручки одна чтобы носить через плечо вторая чтобы носить ее в руках здесь комбинация из двух видов кожи гладкой и рельефной но это вот для любительницы как-то их брендов самое то вот я немножко заметила недостатки такой причине как будто бы как поцарапал на местами было это колготки от клавдия шифер в черном цвете стоит 25 евро размер 42 44 и вот такая вот их интересная расцветка а это мы пришли уже с мамой на примерку я привела ее на вот такие вот туфли я уже показывал а я с 98 который она давно хотела на них наконец-то было добавлено скидка 50 процентная то есть можно было купить не за 75 евро а минус 50 и 2 это вот такая хандмейт работа бренд l37 здесь замша и резина это вот очень классные кроссовки adidas но они размера 36 стоит 45 евро они были в детском отделе я конечно попытала удачу но нет она мне не улыбнулась на меня они не подошли очень хочу себе вот такие вот даже в таком оттенке далее вернулась опять к обуви более элегантно это хогл лодочки классные серебряные на них также была 50 процентная скидка от цены 75 евро но я сейчас подобные модель не ношу потому что ними немножко не актуальны и вот этот красивейший кожаные туфли объемная пряжка очень броская они конечно идеально будут смотреться с какими-то джинсами бренд это bianca di на них уже скидка действует но больше пока дополнительную не повесили очень красивая моделью и ретро стиле обыграть можно и в современных образах это вот сапоги из 98 38 размера они кожаные с добавлением замши здесь интересные переплетения из молнии молния это просто как декорация здесь работает ее отстегнуть и уменьшить длину сапог нельзя мой размер идеально вот казаки кстати которые давно искала стоит 65 евро здесь моем 38 размере но как-то 65 евро за казаки я не готова была дать тем более что в секонд-хенде у нас в украине вот такие вот можно было там за 10 гривен купить здесь же подобные варианты очень ценятся и им цены не сложат а вообще хотел отметить что найти 38 размере обувь здесь очень сложно потому что это один из ходовых их самые такие экстравагантные варианты быстренько разбирают вот эти вот сапожки как они мне понравились классный носочек классный каблучок стоили 70 евро но опять таки так как я сейчас в основном гуляю с коляской но мне совсем не актуально ходить на каблуках поэтому я их не купила а так они конечно восхитительные это вот стат сумки я уже на выходе обратила внимание тоже кожаная она была в единственном экземпляре в основном такие вот люксовые модели они встречаются в одном варианте кстати следующая сумка мы даже не знаем сколько она стоит это кожаный пельмень долго искали бирку но вот именно бирка магазина заланты отсутствовала сумочка застегивается на такой поцелуйчик и у нее такая тонкая тонкая цепочка конечно очень экстравагантная и я глянула еще аксессуары вот такие вот сережки бренд не известен стоили 70 евро дан джо конечно кто красивый и яркий но это дороговато и на этом съемку магазине я буду заканчивать и давайте перейдем к самой долгожданной части это что же в итоге мы купили первая вещь тут сразу не угадаешь ее по ролику сразу скажу это обувь это кроссовки мальчик марджелла черного цвета на широкой платформе натуральная замша ох моя мама в них влюблена они массивные очень классно смотрятся я вот только не помню цена их было порядка наверно 100 евро они были без скидки но дожидаться когда они сделают дополнительную сейл мы не стали потому что в единственном экземпляре и я знаю что этим брендом очень охотятся для осени они просто идеальны несмотря то что это замша их можно в дождливую погоду носить так как подошва высокая здесь на пяточки представлены фирменные надписи они комфортные удобные и их можно не только с брюками носить но и даже с юбками и платьями вторая модель которую мы купили это туфли лоферы от бренда карл лагерфельд черного цвета с белой окантовкой и сзади у них на пятки написано карл я очень жалею что не купила и себе потому что опять таки я была в положении и решила что мне они будут давить они стоили 75 евро и только гляньте какие они стильные очень нравится их можно и с джинсами как моя мама носить исключено костюмом будет смотреться умопомрачительно на этом видео заканчиваю подписывайтесь ко мне на канал мои социальные сети будем дружить